Многие люди испытывают сильный стресс на своей работе. Стресс нам нужен. Стресс помогает восстанавливаться нашему организму. Во время стресса в нашем организме синтезируются гормоны, которые приводят в порядок всё наше тело. Я поделюсь с вами несколькими рекомендациями, чтобы не допустить перенапряжения. Первое. Не делайте два дела одновременно. Сосредоточьтесь всегда только на одном деле. Второе. Не стремитесь всегда и всё контролировать. Не тратьте энергию на то, что от вас не зависит. Третье. Не берите на себя слишком много задач. Определите для себя объём работы. Пятое. Смотреть в будущее нужно, но беспокоиться о нём не надо. Ваше будущее зависит от действий в конкретный момент, поэтому сосредоточьтесь на конкретном моменте именно сейчас. Шестое. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. Вкладывайте в это всю свою душу. Седьмое. Примите тот факт, что успех – это понятие нестабильное. Всегда, как зебра, за белой полосой идёт всегда чёрное и потом сразу следом белое. Принятие этого факта поможет вам легко относиться к тому, что происходит с вами. И восьмое. Обязательно делайте перерывы в работе. Себе нужно позволять отдохнуть, иначе вы застрянете в проблемах. Всегда нужно отдохнуть для того, чтобы твой мозг расслабился, отдохнул и переключился на новую задачу. И в конце концов не пытайтесь полностью избавиться от стресса. Это невозможно, это в принципе и не нужно. Нужно просто научиться управлять своим отношением, научиться управлять этим стрессом и управлять своими мыслями. Великие люди вспоминают моменты истории своего позора, последствия оказавшимся полезным. То есть не стыдно упасть на колени, стыдно с них не подняться, не стыдно опозориться, стыдно этот опыт потом не использовать. Не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Многие люди, вспоминая моменты своего позора, сильно на них зацикливаются. Это вызывает у них негативные эмоции и демотивацию. У них просто опускаются руки. Проанализируйте эти моменты с позитивной стороны, какой урок и какой позитив можно из этого извлечь. И вспоминайте о том, что вы получили урок, который дальше поможет вам с таким больше не столкнуться. Нужно уметь правильно направить свою мысль. Сохраните этот позор в свою копилку усвоенных уроков. И в следующий раз вы будете знать, что делать в подобной ситуации. Когда вы даете себе возможность отдохнуть, отправляетесь в какой-то отпуск, часто, потом бывает очень трудно войти в колею и вернуться в свой нормальный ритм жизни. Для того, чтобы сохранить мотивацию и пополниться энергией, во время отпуска лично я постоянно просматриваю какие-то мотивационные ролики, тренинги, семинары, читаю книги. Это позволяет мне сохранить уровень мотивации и вернуться в рабочий ритм в нормальной форме. Очень многие люди не достигают своих жизненных целей только потому, что у них перед глазами никогда не было такого примера. У них не было наставника или учителя, который бы показал новые горизонты в этой жизни. Но этот вопрос поправимый. Общайтесь с успешными людьми. Общайтесь со знаменитостями. Общайтесь со спортсменами. Общайтесь со звездами. Общайтесь с бизнесменами. Общайтесь с теми людьми, которые достиг успеха в каждой своей области. Общайтесь с людьми, которые больше у вас зарабатывают. Перенимайте их образ мышления. Если ты попадаешь в ситуацию, где ты находишься один, без этого человека, то на подсознательном уровне, волей или неволей, ты начинаешь поступать так, как поступал бы успешный человек. Но если ты начинаешь действовать как успешный человек, то что происходит? Ты получаешь результат, и ты становишься успешным человеком. Общайтесь с успешными людьми. Перенимайте опыт. Перенимайте их образ мысли, перенимайте их жестикуляцию, перенимайте мимику. Смотрите за их поведением, как бы поступил успешный человек.